Это новая акула, практически самая сильная акула в Hungry Shark World, потому что она больше всех набрала очков. Приветствую всех, с вами Илюша и хочу вам сказать, что только самые крутые и быстрые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Отлично, ну а сегодня мы будем сравнивать двух самых крутых, самых последних и самых новых акул. Это акула Годзилла, ну в принципе она уже, ребятоньки, давно вышла, но получается она самая новая из тех, которых имеется в Hungry Shark Revolution. И она будет у нас сражаться против темной магической акули, да-да, ребятоньки, против той самой, которая у нас буквально вышла неделю назад в Hungry Shark World. Ну что же, давайте тогда приступать, правила все те же, 5 минут на каждую акулу и максимальное количество очков. Ну и все, друзья, начинается у нас, естественно, наш челлендж, ну и еще хотел сказать то, что мы играем на чистую. То есть мы играем без всяких множителей и, естественно, без всяких различных питомцев. То есть вы видите то, что у меня Годзилла только одна, друзья, и все. Но единственное, есть еще одна особенность, это то, что наша Годзилла по максимуму прокачена. Поэтому наша темная акула магическая тоже будет обязательно прокачена. Ну а сейчас мы, естественно, друзья, приступаем набирать наши очки. Я, в принципе, уже набрал 47 тысяч очков, уже 53 тысяч очков буквально за полминуты. Очень и очень, на самом деле, жесткие вот эти все персонажи в Hungry Shark Evolution, потому что тут довольно-таки большие множители. То есть X120, допустим, на золотой лихорадке можно набрать очень и очень даже легко. А вот, допустим, такие же множители набрать в Hungry Shark World, это, друзья, очень и очень даже тяжело. Но мы сейчас, естественно, будем это дело все пробовать. И плюс вы помните то, что новенькая акула довольно-таки неплохо так может сражаться. И она, в итоге, друзья, может быть, даже составит неплохую конкуренцию против вот этой акулы Годзилы. Так, ну а мы что, друзья, тогда делаем? Мы находим вот такого дракончика. И мы за минуту собрали уже практически 100 тысяч очков. Неплохо. Давайте тогда сейчас мы будем идти в какую-нибудь другую все-таки локацию, потому что на этой что-то как-то слишком маловато. Было персонажей и рыбешек. А тут, я думаю, сейчас мы, ну, получше найдем местность. И побольше, естественно, будем уничтожать наших вот этих рыбешек. Кстати, также еще стоит не забывать активировать вот эту нашу способность на Годзиле. Потому что она очень-очень мощная. И с помощью нее мы сможем набирать тоже очень-очень много очков. Ну, я уже тем самым временем, друзья, вижу то, что у нас уже активируется золотая мания. Замечательно. Лопаем тогда тут всех, кто имеется. Жалко, конечно, что у нас нет суперспособности. Той самой, которая лазером всех фигачит. Она бы сейчас очень-очень сильно пригодилась бы. Так, во, пошел процесс. Все, друзья, смотрите, у нас, получается, золотая мания была. И еще вот эта способность. Но что-то способность, друзья, не скооперировалась с золотой манией. И поэтому мы ее активировали слишком поздно. Ну, ладно, ничего страшного. В принципе, до следующей золотой мании у нас остается буквально меньше половины. Поэтому, я думаю, мы еще успеем сделать золотую манию. И плюс еще активировать ту самую способность, которая у нас имеется за акулу Кодзиллу. Либо же за акулу Годзиллу. Так, ну ладно, я тогда сейчас буду идти в правую часть нашей карты. Потому что там я еще, естественно, ни разу не был. И там у нас будет очень-очень много рыбешечек. И в итоге мы, ну, довольно-таки хорошо должны откатать нашу золотую манию. Так, ну что же, где вы все рыбешечки? Вот, как раз-таки, друзья, вижу тут людишек. Моя суперспособность уже готова. Ну и в итоге, когда уже золотая мания у меня сработает. Ну, давай, давай, все, отлично, друзья. Нажимаю вот эту способность. И в итоге, смотрите, друзья, мы фигачим тут всех и вся. Хорошо то, что я все-таки спланировал вот этот план, который зашел. Ну и в итоге я тут фигачу всех, да? Так, отлично, давай, 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 еще, еще, еще. И что-то, друзья, в этот раз как-то, ну, совсем туго. Я думал, что мы, ну, уже сейчас наберем миллионов пять. А в итоге у нас один и восемь. То есть даже мы и двух-то не собрали. Как-то это, друзья, странненько. Почему, естественно, у меня тогда были множители очень-очень большие, около девяносто. А теперь у меня больше двенадцати и вообще, друзья, не собирается. Это, конечно, очень-очень чудно. Ну ладно, я тогда сейчас буду продолжать, естественно, держать вот этот множитель Х8, да? Пока у меня есть возможность. Ну и в итоге у нас, получается, остается буквально одна минута. А очков у нас очень-очень мало для такой рыбешки. Я, конечно, не знаю реально, с чем это связано. Я тут, в принципе, стараюсь всех реально лопать. Всегда плаваю на ускорении. У нас даже, ну, друзья, заканчивается иногда. Ну и в итоге все. Чистым у нас остается одна минута. Очень-очень мало, но я надеюсь, что хотя бы мы успеем активировать нашу золотую манию, да? Потому что тут ее осталось совсем чуть-чуть. Ну, господи, смотрите, у нас еще и акула Годзилла застревает где-то, да? Это как-то очень-очень тупо. Так, акулка, не надо застревать. Все-таки мы же для тебя стараемся, чтобы ты победила новую магическую темную акулу. А все-таки, может быть, и наша темная акула победит. И она, получается, даже будет, друзья, самым первым победителем, который выиграл игрушку Hungry Shark Evolution. Так, ну, а у нас остается буквально 20 секунд. И в итоге у нас имеется 2 миллиона очков. Именно столько сейчас мы набрали за нашу акулу Годзю. Сейчас тогда мы последние еще 10 секунд активируем, естественно, вот эту нашу способность. И, воу, золотая мания еще, друзья, отличненько. Очень-очень хорошо. Все, пошел у нас прогресс. 120 множителей у нас. И это очень-очень жестко, друзья. 10 миллионов очков уже есть. Так, давай, мы тогда сейчас еще тебя слопаем. И в итоге, друзья, все. 5 минут у нас настало. И по таймеру я посмотрю, сколько было на 5 минутах очков. Ну, а мы приступаем играть за нашу новую темную магическую акулу. Ну и вот наша темная магическая акула перед экранами. Как видите, у нее нет ни одного питомца. И все характеристики у нее прокачаны на максимум, так же, как у акулы Годзилы. Ну что же, давайте тогда приступать ставить рекорды на этом монстре. И вот наша та самая новая магическая акула, за которую мы сейчас уже, друзья, непосредственно играем. На самом деле, она очень-очень быстро собирает множители. То есть, у нас уже был Х8. Но поддерживать его, конечно, тяжело, потому что это, друзья, надо всегда кого-то лопать. А где тут все? Пока что, друзья, не знаю. Я, кстати, как вы видите, решил поиграть на вот таких холодненьких водах. Может быть, тут нам как-то побольше повезет, что ли, да? Вот я еще активировал вот эту суперспособность ее, которую вы только что могли увидеть. Она, как по мне, очень-очень даже похожа на способность, которая имеется у акулы Годзилы. То есть, в принципе, такой же лазер, только единственное преимущество то, что у нее в два луча идет. Потому что он идет у нее из глаз. Так, ну ладно. А мы тогда, друзья, сейчас опять едим вот такие стаи рыбешечек. Тут и у нас и маленькие, и большие есть. И, опять-таки, активируем нашу вот эту суперспособность. Воу, она еще и активировалась при золотой лихорадке. Очень-очень даже удачненько. Так, давай-давай-давай, лопаем тогда тут всех. Вот, замечательно. Смотрите, как у нас все пошло. Это хорошо, да? И сразу же мы полмиллиона очков заработали. Но неизвестно, сможем ли мы побить все-таки предыдущий рекорд нашей акулы Годзилы. То есть, 10 миллионов очков. Это, конечно, как вы понимаете, очень-очень много. Так, ну что же, тогда мы, получается, выплываем сейчас вот сюда. Активируем нашу способность. И мне нравится то, что эта способность нас даже немножечко избавляет от вот этих огромных мин. Потому что наш лазер разрезает их, и мины в итоге срабатывают. И нам не приходится, ну, на них как-то, друзья, отвлекаться там и в итоге погибать. Так, ну все. Я опять активирую нашу способность и фигачу все вот эти, друзья, мины, эхолоты и еще что тут у нас вообще имеется. А куда я, собственно говоря, попал? Я что-то даже не понял эту локацию. Хотя вот сейчас я выпал, и, как я понял, это, скорее всего, конец карты у нас, да? Ну ладно, тогда сейчас мы будем направляться в правую часть нашего океана. И в итоге будем, естественно, лопать там рыбешечек и людишек. Тут я, друзья, не буду ничего использовать. Хотя здесь, я думаю, как раз-таки можно будет. О, да, отлично. Потому что тут у нас довольно-таки много было рыбешечек и вот таких мин. Так, ну теперь мы, получается, держим, опять-таки, путь направо, да? Потому что именно там мы еще ни разу не были, и там, по сути, должно быть много и много различных рыбешечек. Так, ну а мы опять активируем наш вот этот луч и будем, естественно, лопать тут различных рыбешечек, которые у нас здесь имеются. Так, есть здесь кто-нибудь? Ага, смотрите, друзья, тут у нас вообще никого нету. Очень-очень быстро я, кстати, плыву против чечения, спокойненько с ним справляюсь. Но странно, да, как-то у нас же ускорение вроде писалось, то, что оно довольно-таки плохое на этой акуле. Но в итоге мы как-то, друзья, справились и проплыли даже против чечения. Так, ну что же, все, подрубаю опять наш супер-крутой лазер. И в итоге фигачу всех рыбешечек, которые здесь у нас имеются, да? Так, вот, отлично. Только единственное, ребята, плохо то, что тут у нас имеются вот такие огромные красные медузы. Они очень-очень сильно отравляют мою вот эту акулку. Я, конечно, этого не хочу. Так, ну смотрите, у нас опять очень-очень хорошая, получается, способность активировалась. Она вместе с золотой лихорадочкой пошла у нас. Это замечательно просто. Сейчас тогда мы еще лопаем вот этих всех людишечек. И уже у нас имеется 4 миллиона очков. То есть практически половина рекорда, которую у нас сделала акула Кадзю, наша темная магическая акула уже сделала. Это, конечно, очень-очень круто. Единственное, друзья, плохо то, что наша магическая акула не успеет накопить на мега золотую лихорадку. То есть, если бы она была бы у нас, друзья, то это очень-очень много поспособствовало для победы против нашей акулы Кадзю. Ну, а тут нам немножечко надо стараться. Тут нам надо больше разрабатывать каких-либо золотых хотя бы лихорадочек, да? И тогда у нас, ну, все попрет как-нибудь, да? Так, ну что же. В итоге у нас 4 миллиона 933 тысячи очков. Близки мы, очень даже близки хотя бы к половинке. Это меня радует. Сейчас тогда мы еще слопаем вот этот косяк рыбешечек и активируем опять-таки вот этот наш супер крутой луч. Так, давай-давай, жги всех, жги всех. И в итоге все, друзья, 5 миллионов очков у нас уже есть. Очень хорошо. Только плохо то, что я сейчас на мину как-то подзорвался, да? Ну ладно, ничего страшного. Продолжаем, друзья, батлиться. Уже 20. Но это не значит то, что нам, друзья, надо расслабляться. Потому что, если вы вспомните, на Акуле Кадзю мы буквально набили 15 миллионов в последние секунды. Именно так у нас сработала наша, ну, там, золотая лихорадка. И там мы почему-то, друзья, умудрились набрать множитель аж 12 с половиной тысяч очков. Так, ну тут у нас опять-таки тоже сработал наша золотая лихорадочка. Очень даже удачно. Мы набрали 600 тысяч очков. Но, к сожалению, у нас уже остается буквально 10 секунд игры. Ну ладно, мы тогда тоже играем. Активируем опять-таки еще вот этот луч. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Давай, давай, давай. Есть тут кто-нибудь? Смотрите, а тут у нас вообще никого не было. Только вот эта непонятная подводная лодка Мэг есть и все. Ну что ж, друзья, в итоге все. Время вышло. И тут уже, естественно, даже, друзья, считать ничего не надо. Потому что наша темная магическая Акула проиграла. Она набрала 5 миллионов очков. А та самая Акула Кадзю набрала у нас больше 10 миллионов очков. То есть, эта рыбешка, эта новая Акула, которая темная перед вами, она, ну, практически самая сильная Акула в Хангри Шарк Ворде, потому что она больше всех набрала очков. Причем без всяких множителей. А если, друзья, у нас был бы множитель, особенно на Мег, золотую лихорадку, то мы даже выиграли бы нашу Акулу Кадзю. Ну вот такой у нас, друзья, ролик получился. Если вам он понравился, и вы еще хотите увидеть какой-нибудь батл рыбешечек, давайте наберем на этом видео тысячи лайков, и наша новая серия обязательно выйдет. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok